Всем привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я вам покажу и расскажу, как сделать вот такое красивое сверкающее колечко из бисера и кристалликов в цапах. Для того, чтобы сделать такое колечко, нам понадобится чешский бисер 10 размера, кристаллы в цапах в форме капли 10 на 7 миллиметров, стразик в цапах 3,5 миллиметра, также можно использовать бусину 3,5-4 миллиметра, бисерная игла, ножницы, леска 0,2 миллиметра и может пригодиться зажигалка. Отрезок лески длиной около полтора метра вдеваем в иглу, набираем две бисерины, спускаем их вниз, снизу оставляем конец длиной 10-15 сантиметров, чтобы потом мы могли его вдеть в углу и закрепить. И снизу вверх проходим в нижнюю бисерину. Это получился первый ряд. Набираем еще две бисерины и сверху вниз проходим в бисерину справа предыдущего ряда и снизу вверх проходим в две бисерины слева первого и второго ряда и хорошо затягиваем. Набираем снова две бисерины и сверху вниз проходим в одну бисерину справа второго ряда и снова проходим в две бисерины слева снизу вверх второго и третьего рядов. И хорошо затягиваем. Опять набираем две бисерины, сверху вниз проходим в бисерину предыдущего ряда с правой стороны и в бисерины слева предыдущего и только что сделанного ряда снизу вверх. И также хорошо затягиваем. И так плетем до конца до нужной длины под обхват пальца. Как сделали цепочку нужной длины делаем из нее кольцо соединив два конца между собой. Для этого проходим в одну бисерину с другого конца с той же стороны с которой сейчас выходит леска у меня слева. Затем в обратную сторону проходим в бисерину рядом справа этого конца и другого. И еще раз проходим в бисерину слева обоих концов. Если вдруг один ряд не сильно затянут, в конце его можно будет подтянуть пройдя по всем его бисеринам. И теперь пришиваем стразы как показано на видео. Набираем на иглу в том положении в котором должен быть пришит и проходим в бисерину рядом в том же направлении. У меня это справа налево. Затем обратно возвращаемся в кристаллик. И проходим в ту же бисерину с которой начали в том же направлении и в следующие три. И пришиваем за второе отверстие. Проходим в кристаллик. Проходим в бисерину рядом в том же направлении. У меня это справа налево. Затем обратно возвращаемся в кристаллик. И проходим в ту же бисерину с которой начали пришивать за это отверстие. И проходим в следующие две бисерины. Теперь за эти бисерины пришиваем стразик 4 мм. Продолжение следует. Так, в следующих новостях. Используйте с небольшим коопереджем. В следующий бисерингу в дошли и цифровую какую-то как ущердно в одну левую лоуку. Продолжение следует. После этого 3 мм. Продолжение следует. Что такое видео рассказывает, Используйте под видео. Продолжение следует. Продолжение следует... После того, как пришили стразик, проходим следующие две бисерины. И за эту бисерину и бисерину рядом пришиваем следующую каплю за первое отверстие. Продолжение следует... Продолжение следует... Как пришили за одно отверстие, проходим дополнительно в следующие три бисерины. И пришиваем за второе отверстие. Продолжение следует... Продолжение следует... Как все пришили, можно закреплять леску. Для этого в любом месте проходим под леску между бисеринами, вытягиваем не до конца. Один раз проходим в получившуюся петлю, затягиваем. Проходим в следующие две-три бисерины и немного посильнее тянем за леску, чтобы удилок прошел в бисерину и его не было видно. И если где-то бисерины неровно лежат, проходим в них, затягиваем и закрепляем леску. Делаем еще один-два таких узелка в других местах. Делаем еще один-два таких узелка в других местах. И отрезаем. И наше колечко готово. Я надеюсь, что вам понравился данный мастер-класс и все было понятно. Если это так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите комментарии. Всем спасибо за просмотр!